Сегодня я буду говорить о последней причине, откуда приходит этот контроль нездоровый. Говори это, когда у человека есть рак, например, как четвертая стадия, так и здесь, вот здесь это самая большая стадия, такая самая сильная, сложная стадия. И вот об этой причине мы сегодня будем говорить. То, что вы слышали с самого начала, так вот, это есть концентрация на себя, будем говорить о нарциссах, нарциссизме. Я знаю, что нам всем иногда приходится, может быть, больше сконцентрироваться на себя, но я буду говорить о другом, я буду говорить именно о нарциссизме. Когда это структура твоего мышления, когда ты являешься центром всего, когда ты, может быть, ты, когда ты христианин и искуплен кровью Христа, это еще не значит, что ты обережен от этого. Если ты каждый день не распинаешь свои плотские дела и свои плотские мысли, ты потенциально... Что? Потенциально ты можешь встать на это место, где ты становишься такой, так называемой, жертвой. И есть даже такой дух. Дух и дух Езавели. Это как вот к этим нарциссизму, вот этот прям дух приставлен. Все это царство вот этого вот. И оно может через вас действовать. Рядом с такими людьми, люди не могут развиваться. Рядом с этими нарциссизмами, людьми, которые связаны этим, люди просто не могут находиться в здоровых отношениях. Особенно, когда девушка... Отношения бывают, когда девушка была хорошая такая, и вдруг она, видишь, она как-то вся измученная, замученная. Так вот, это бывает, когда отношения такие, один человек, который только о себе, а другой нормально. Так вот, когда человек влюблен, он не высыхает. Он, наоборот, расцветает, он может красивее становится. Наоборот, когда вот кто-то стоит рядом с нарциссом таким, человек теряет себя. Человек понимает, что что-то нездоровое здесь, что-то неправильное. Человек начинает как бы не расцветать, а, наоборот, вянуть. Он становится неуверенным в себе. Ему кажется, что он некрасивый, что-то кажется, что он нехороший, что ему нужно, наоборот, развиваться больше и больше, потому что он такой плохой. Так вот, это вот есть знак того, что ты, скорее всего, стоишь в неправильных, в нездоровых отношениях. Ты можешь быть и христианином, но ты можешь также попасть в такие отношения. Если ты в таких отношениях, в нездоровых. Так вот, какие бывают в Третьем Царстве, в 19 главе. Если вы помните эту историю, вы сами можете почитать там, где был царь Ахав и его жена Изавель. И мы, как сейчас видим, не Ахав управлял, а Изавель правила там. Так вот, этот Дух, Он постоянно будет искать, через кого проявляться. И Он будет искать. И Он сможет действовать только лишь через тех людей, например, как Ахав, которые не знают, что они во Христе, что они не уверены в себе, что они сами нездоровы. Они низкого о себе мнения, низкая самооценка у них. Так вот, Дух Изавели будет всегда искать через людей, чтобы... То есть, жертвой Духа Изавели будут именно люди с низкой самооценкой. Люди, которые не уверены. Давайте, может быть, несколько пунктов я сейчас скажу. И когда мы будем слушать об этом, я вас всех призываю, слушайте для себя. Не думай, а, знаю, знаю, ага, моя жена вот такая вот, да, да, точно, Изавель. Или мой муж там. Когда я говорю про Изавель, этот Дух, это не... Хоть оно и звучит как женский род, но этот Дух может действовать и через мужчин, и через женщин. Например, и Ирод Великий, он тоже явно был одержим этим Духом Изавели. Поэтому это не важно, может быть, и мужской, или женский род. Если ты хоть немного в себя это увидишь, я прошу тебя, остановись. Остановись, услышь. Я в конце скажу, что нужно будет сделать. Это очень важно. Я тебя... Я тебя предупреждаю. Это не смешно. Ты можешь в серьёзные проблемы из-за этого. Ты можешь в серьёзных вещах быть, и это не есть Божья воля. Так вот, Дух Изавели, Твердыни, это нераспитые мысли плоти, когда ты не распинаешь мысли своей плоти. Может быть, ты даже оправдываешь эти мысли плоти. Так вот, один из моментов... Смотрите, люди, когда нарцизы, они... Очень часто они могут быть очень одарёнными, такими призваными, такие определённые дары через них разви... Прямо цвести. Они могут быть самыми лучшими проповедниками. Могут быть лучшими там в других делах, но характер их. Может быть, на сцене человек прекрасно выглядит, но характер... Они могут быть... Иметь какие-то даже харизматические какие-то дары. Образование. Я ничего не говорю против тех людей, кто с образованием, но... Может быть, и так... Нарцизас... Нарцизас можно поставить на первую обложку журнала. То есть такие люди, они как часто... Они могут быть там, находиться. То есть человек... Так вот, нарцисс очень быстро устает от других людей, он может бросить кого угодно. Может быть, человек очень... Имеет большой интеллект, образование прекрасное и все возле него сидят и думают... Вау, вот это... Вот это мудрость. Вот это... Мозги. Вот это разум у него. Но его характер может быть испорченным. Смотрите. Подарки. Дары. Дары и характер. Дары и внутренность. Оно может по-разному быть. Понимаете? Дары через человека могут... Проявляться очень легко. Поэтому только лишь смотря на дары нельзя определять человека. Всегда надо смотреть на плоды, на внутренность человека. Потому что Бог может дать человеку дар какой-то, который будет через него действовать очень легко, но человек может быть испорченным. Павел каждый день распинал свою плоть, распинал свои плотские мысли. Он об этом говорит. И он говорит, как нужно распинать это. Человек-нарцисс, он всегда эгоист, он всегда только о себе думает, о себе за собой только смотрит. все только ради себя. Если против такого человека идет конфронтация, то он не может не извиниться, и он не может принять, что он виноват, что он не прав. Он, может быть, и может из себя выдавить слово «извини», «извини, как обычно, я опять прошу прощения», «как всегда, я плохо делаю», «хорошо, я прошу прощения». Но позже, позже, ты услышишь оправдание от этого человека, почему он, почему он прав и так далее. Человек часто может быть до этого, почему он может быть открыт к духу Изавели, если этот человек может быть в детстве, либо где-то в другое время он был, он пострадал от кого-то. Может быть, кто-то над ним владел очень сильно. И дух Изавели часто потом бывает через такого человека проявляться. Он становится таким влаственным над другими. Он скажет, он может выстроить такие твердыни в себе построить, и сказать, больше мне никто никогда не будет со мной так обращаться, и так далее. А другие, может быть, наоборот, люди, когда, особенно родители, у кого один ребенок, это может быть ребенок, который, наоборот, все-все получает, наоборот, его балуют. Поэтому будьте осторожными, вы не должны своим детям все-все-все позволять. Ай, типа, пусть смотрит, пусть, пусть, ничего страшного не надо, потому что это тоже может открыть дверь для того, чтобы человек стал нарциссом. Особенно, я знаю, что это тяжело бывает. Может быть, мамы, которые, одинокие мамы, сами воспитывают детей, может быть, они, чувствуя вину на себе, они начинают своим детям давать все, что они хотят. Они не бедняжки, ваши детки. У них есть Бог, к которому они могут обращать свой взор. И не значит, что если папы нету, то теперь нужно их баловать и позволять им вести себя так, как только они хотят. Потому что вы можете вырастить нарциссов. Это не мудро так поступать со своими детьми. Так вот, я знаю, сейчас мы вернемся к этим свойствам. Я знаю, что если ты вдруг не извинился, то ты уже сразу нарцисс. Нет, это не об этом говорю, но это может быть как один из знаков, чтобы вам задуматься. извинился, извини, но я, как всегда, я не права. Такой человек может говорить, что он чтит Бога, но на самом деле он чтит себя. На самом деле, такие люди могут выглядеть очень духовными. даже в церкви они могут быть служителями. Такие люди всегда будут себе славы постаться, попытаться найти. Они, может быть, будут пытаться даже имя Бога каким-то образом защитить. такой человек будет всегда, где бы он ни находился, будет всегда конфликтовать везде и конфронтации и за Бога, и за христианских, каких-то тем, со всеми будет пытаться. Он никогда не услышит другого. Он будет постоянно с кем-то спорить, основываясь на Божьем питании. Слышали вы Христа где-нибудь, чтобы Христос всегда спорил с кем-то? Когда ты идешь с Богом и Божий Дух тебя ведет и говорит через тебя, тебе не надо будет никому ничего доказывать. Ты спокойно сказал, что ты веришь, и Бог говорит, и все. Но если ты готов глаза выколоть кому-то из-за Бога, то значит, ты это делаешь не из-за Бога, ты это делаешь из-за себя. Кто-то попрепятствовал, кто-то не согласился кому? Против меня, против того, что я говорю, против моего мнения. Вот обычный человек внутри себя по-настоящему думает и начинает это очень сильно защищать, все это конфликт. так не должно быть. Так не должно быть, если ты меня слышишь, ты не Бога защищаешь, ты себя защищаешь, ты не Бога чтишь, ты себя чтишь, ты себя чтишь, и я знаю, что ты сейчас можешь злиться на меня, но со всей любовью и уважением я прошу тебя, услышь. И если ты постоянно идешь и конфликтуешь с другими, там, где ты есть, там конфликты, и ты это делаешь во имя Бога, остановись, остановись, что-то не так здесь. И такие люди, они, может быть, неосознанно это делают, но они делают, и они думают, что они, может быть, Бога защищают, и они постоянно борются с кем-то, и, может быть, даже они страдают из-за этого, и на себя это страдание, принимая, что вот не получится, что такому человеку хуже сейчас стало, пострадал из-за чего-то. Это не есть Божье видение Духа Святого. Посмотри, когда Христос разглашал Слово Божие, как он выглядел. Посмотри на Павла, на апостола Павла и на других апостолов, которые шли во имя Бога, они не так шли. Знаете, другое свойство, это когда человек очень легко может огорчиться, может быть, легко быстро начать критиковать других, обида, горечь. Они очень часто могут скритиковать кого-то, но если их кто-то закритикует, они сразу обидятся из-за какой-то маленькой вещи, они будут долго в голове это свое держать, обижаться на кого-то, горечь в своем сердце иметь, и нету этого прощения другим. Они будут, такие люди обычно видят ошибки всех других, о любом лидере сказать, о любом человеке сказать плохо, что другие не так делают, и обговоры других, критика. Такие люди обычно к себе притягивают таких же, часто даже группки себе создают. У них какие-то стратегии начинают рождаться, из которых выходит такое, послушайте меня внимательно, я знаю, что Божья благодать, она дана нам, чтобы освободиться от этого. Послушайте, такие люди часто собираются в группки, может быть, даже неосознанно притягивая к себе таких похожих и на таких группках, ячейках даже постоянно будут какие-то обговоры, и будут такие молитвы. Давайте помолимся за нашего пастыря, чтобы им глаза открыты были. Эти молитвы можно называть колдовством, чтобы они видели, как нужно вести церковь. Они будут говорить, они постоянно будут осуждать, обсуждать, а потом такие духовные якобы молитвы говорим. Говорить в семье мужчина муж глава, не женщина, но нарцисс очень часто может бороться за лидерство. Там, где 4-5 человек, нужно всегда, должен быть всегда лидером, и Бог решил, что лидером всегда мужчина является в семье. И говорю также, мужчина, если ты являешься нарциссом, я для мужчин тоже говорю, и ты эгоист полный, ты всегда хочешь, ты можешь кулаком по столу стукнуть и сказать, вот что Слово Божие говорит, там нету любви для женщины, там нету даже малейшего уважения, он говорит, замолчать, я голова, голова, если ты так думаешь, то знаешь, как голова выглядит, то так, Христос голова, он отдал себя за церковь, не из-за эгоистических каких-то целей жить, я так сказал, я так это, все замолчали, но посмотрите, Христос, он голова, остановись, остановись так себя вести, если ты нарцисс и мужчина в доме, голова, это тот, кто может быть готовым, пожертвовать собою где-то, в чем-то, чтобы было лучше семье, лучше детям, всем, это жертвенный мужчина, это отражение Христа должно быть, это человек, который не боится конфронтации, который не боится и как бы, может быть, признать свою ошибку какую-то, он не будет эгоистом, он не будет все делать только ради себя, вот что значит, являет быть главой в доме, это также касается и лидеров церкви, других служений, ты можешь сказать, я здесь лидер, мое слово последнее, я здесь, или я пастырь, пожалуйста, остановись сейчас, потому что много будет жертв из-за этого, любой этот эгоизм только ради себя, он разрушает, и это демоническое явление, в Иакове написано, что когда люди ради себя только все делают, там злые дела, это плотское, это демонические проявления, и это неправильно, и женщины, пожалуйста, дорогие, помните, что мужчина, ваш муж, он есть глава, и вы должны учиться почитать своего мужа, если ты так не умеешь, ты молись об этом, ты молись, чтобы Бог открыл тебе глаза, чтобы ты была помощницей своему мужу, чтобы плоть в тебе не играла бы, чтобы дьявол не позволит дьяволу, чтобы дьявол разрушил ваши отношения через вашу непокорность, ты можешь так подумать, о, сделал не так, как я, если что, я сейчас найду быстренько в Библии себе оправдание, чтобы он сделал так, как я хочу. Не ищите этого эгоизма, искание своей воли лишь бы. Когда вот эти люди собираются, которые обговаривают других, обговаривают лидеров, здесь и есть дух из-за вели чаще всего. Такие люди очень часто неосознанно такие люди бывают, может быть, даже в пример других могут ставить, искать других. Они делают это для того, чтобы люди просто начали сомневаться в лидерстве тех лидеров, которые над ними стоят. Такие люди могут быть агрессивными или наоборот слишком-слишком смиренными могут выглядеть. Они приспосабливаются к разным обстоятельствам в среде. Может выглядеть, что этот человек делает ради кого-то, но на самом деле совсем другие мотивы внутри. Либо человек даже это может неосознанно делать. нужно освобождение здесь. И я скоро подойду к тому, как это сделать. Как сказали, такие люди не могут принимать какие-то поправки для себя. Они говорят, вот опять я неправ, вот опять мне говорят неправильно, вот как всегда я неправ или неправа. Послушайте, я медленно скажу, оправдание, оправдание себя. Извиняюсь, не оправдание, а в общем, хотел сказать, что человек себя оправдывает, да, но в то же самое время скажу, что поправки для вас, поправки для каждого человека, они всегда нужны, потому что никто не является идеальным, поэтому всем нужны поправки определенные, какие-то советы, но нарциссы обычно никогда это не принимают. Но когда дома все должно быть так, как я сказал или сказала, если такие люди не знают, кто они во Христе, лету, как правило, дети из таких семей очень быстро уходят, когда только подрастают, они просто быстрее оставляют такие дома, либо они наоборот будут совсем соглашаться и со всеми соглашаться и такими быть супер смиренными. Дети не потому смиренные, потому что они думают, что если я хоть чуть-чуть голос свой скажу, то сразу будет война и ради святого мира так называемого молчат и ничего не говорят. Как тот Ахафон скажет, ради святого мира. И мужчины, если вы живете рядом с женщиной, которая агрессивная, влаственная, вы вставайте и не нужно так позволять, так не должно быть. Как сказала уже раньше, такой человек может выглядеть очень религиозным, но на самом деле не следовать за святым духом. Эти плоские дела могут даже и не слишком быть заметными. Человек может постоянно ходить в церковь, быть жертвенным, быть где-то жертвой, деньги и так далее. Но в то же самое время он не будет признавать свои ошибки, он обговаривает других и даже этого не замечает. Он полностью прав в своих глазах или права. Поэтому только рядом стоящие могут помочь либо услышать этому человеку, либо помочь остановиться, чтобы увидел такие люди. Если увидят себе в глубине сердца, молитва такая, пусть будет такая, будет такая молитва, пусть будет воля твоя. моя воля в конце. это как такое, что муж и жена станут одним, и это одно буду я. Это тоже одна из шуток, но такое бывает, что когда человек все хочет, чтобы было так, как он хочет, когда люди приходят в брак, соединяются в браке друг с другом, они должны искать благо друг друга, а не только своего, как кому хорошо, чтобы всем было хорошо, и другому хорошо, не только тебе. Что делать? Давайте откроем сейчас эту таблетку, узнаем это место Лука в девятой главе 23 до 25 стиха можем почитать. Давайте вместе почитаем девятая глава. 23 стиха. Хочешь ли ты идти за Христом? Смотрите, здесь написано «Потом Иисус сказал им, если кто желает быть моим последователем». Вот здесь вопрос «Хочешь ли ты быть последователем Иисуса Христа?» Так вот, если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от чего? от самого себя. Я повторю, пусть отречется от самого себя. И смотрите, когда я говорю, хочу сказать, чтобы, знаете, религиозный дух может здесь сразу подступить, а отречься от себя, если мне нравится музыка, значит, я больше не буду слушать музыку. Я не говорю лишь бы, какой музыки, если мне нравится искусство, значит, я не буду больше писать, если мне нравится природа, значит, я не буду на природу. Нет, 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 не об этом. Эти все вещи хорошие, Бог это дает нам. Но здесь говорится о плотском мышлении. Мне ради меня и все мне. Все ради меня, ради меня и ради меня. И точка на этом. Если ты не поменяешь это, смотрите, я, я, мне и все, как я хочу во имя Иисуса Христа. Вот обычно так люди. это есть очень опасно. И даже молитвы, это как колдовство. Знаете, что такое колдовство, в чем заключается? Когда ты молишься Богу и указываешь, как должно быть, ты говоришь, Господь, измени его сердце, открой ему глаза, потому что он посылает тебя туда, Бог, и туда посылаю. Во имя Иисуса Христа тебя посылаю туда, чтобы ты там что-то сделал. Так Иисус не молился, и так же и мы не должны молиться. Это не есть вера, это ароганция больше. Знаете, вера по-другому работает. Может быть, иногда мы, когда Богу типа указываем, но это не есть указание Богу, оно исходит из самого сердца, и ты говоришь, Господь, может быть, даже если никогда ничто не изменится в том, о чем я молюсь, но искание Божьей воли, это когда это должна быть осознанная смерть своему, своей плоти, когда ты, может быть, слишком горд, и ты хочешь, чтобы все было так, как ты хочешь, и так далее. То есть, это должна быть осознанная смерть твоей греховной плоти и отдаться воле Божией. Вот эта вот плоть, она может вас увести очень-очень далеко от Христа. Далеко от Христа, и тот человек, он постоянно какую-то нож унесет тяжелую. Такие люди часто бывают перфекционистами, ему никогда не угодишь, и он сам себе не может угодить. очень часто перфекционисты. Я не знаю, будете ли вы меня слушать в следующий воскресенье, но я все равно скажу. Остановитесь. Умрите для себя. Но если ничего страшного, если не будет так все идеально, как ты хочешь, совершенно. Часто это, может быть, бывает это из-за гордости какой-то, чтобы самое-самое лучшее и так далее. По-всякому бывает и прямо, и криво, отдохни, остановись. Тебе тяжело и другим рядом с тобой тяжело, когда ты так себя ведешь. Что-то не так, что-то нехорошо, так не должно быть. Это сложная жизнь, это не есть жизнь от Бога. Сказано, те, кто хотят следовать за мной, пусть отречется от самого себя, то есть мне, я и так, как я хочу. мне сейчас хочется, чтобы было так, как я хочу, но я знаю, что если я себе это позволю, то меня это начнет разрушать. Я также являюсь человеком, поэтому если я буду себе потыкать своим плотским делам, мыслям, хочу, делаю, не хочу, не делаю, сегодня хочу идти в церковь или присоединиться, а в следующий раз уже не хочу, но хочу, извинюсь сегодня, в следующий раз не хочу извиняться. И такие получается, что на волнах чувств человек находится, и это опасные волны вашей жизни. это радикальная вера, неправильная вера, когда ты думаешь, ну, может быть, мне сегодня хочется кого-то обговорить, я себе позволяю это делаю. Ты становишься инструментом в руках врага, когда ты так делаешь. Ой, какие лидеры не умеют порядка навести. остановись, это опасно. Может быть, ты говоришь, может быть, ты о своем муже говоришь, как о мешке фекалиев. Всегда его обсуждаешь и говоришь плохо о нем. Это не является мудро, никогда не надо обсуждать своего мужа с другими, говорите о нем плохо. опасно это. Так вот, написано, пусть отречется от самого себя и каждый день беря свой крест, следуя за мной. Страдание Христа. Фильм есть такой, я однажды его смотрела, но я уверен, что, наверное, большинство из вас посмотрели. Мне было тяжело его смотреть, я прикрывала глаза, там что-то сказано о распинании тела своего, то есть, это значит, что-то будет больно. Иисуса совсем неоправданно избивали его, и он даже голоса не сказал. Он спокойно шел на это, и он знал, что он делает. Конечно, его сердце изливалось кровью, ему было больно, и это распятие было. Если ты думаешь, что христианство просто так походил в парке, когда солнышко светит, приятно. Сегодня я христианин, я погуляю, может, Библию открою, вот такое христианство. Это не христианство. Христианство это каждодневное распятие своей греховной плоти. То, что может, твоя плоть хочет греховно делать, ты берешь и распинаешь ее. Чтобы не следовать плотским желаниям, делам. Ты осознанно начинаешь разрушать эти твердыни, плоти в себе. Ты думаешь, почему я других сейчас обсуждаю, почему я себе позволяю так сейчас вести. вот это надо распинать. Тот, кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто, наоборот, потеряет свою жизнь ради меня, тот, наоборот, приобретет себе жизнь, так говорил Иисус. Бог говорил, в Библии написано, человек должен прийти в свободу. Вот это я для меня, и так как я хочу, каждый день должно умирать на кресте, распинаться. Знаете, плоть греховная, такая, можно сказать, неубиваемая. Ты ее сегодня можешь утром распять, а в обед она снова сильная и крепкая. Поэтому и нужно каждый день распинать ее постоянно. там, где Дух Иезавели во всей полноте властвует. Первое, если ты хоть что-то в себе узнал, какую-то характеристику, понятно, но все это шире, намного и глубже, смирись, признай, прости прощения у Бога. Ты скажи, да, Господь, это я, прости меня, без всяких но, без всяких оправданий, помоги мне, Святой Дух. И Дух Святой начнет тебя восстанавливать постепенно и работать с твоим сердцем. Также я скажу, что делать, если ты находишься рядом с нарциссом, с нарциссом. В других сериях я также расскажу, как удалиться от этого, как нужно себя вести. За таких людей мы должны молиться, любить, но, слушайте внимательно, ни в коем случае не толерировать, не принимать, не разрешать вести себя очень эгоистично, так как они себя хотят, как они хотят вести. Мы должны научиться ставить границы и сказать, остановись, остановись. так с собой я не позволяю вести, не позволяю со мной такого поведения. Если ты сам не знаешь, кто ты такой, ты всего боишься, ты слабый, и сказать тебе остановись, стоять, и будешь что-то такое, вау, это как против великана. Если ты не можешь так сделать, что вы в таких разрушительных отношениях, прекрати меня бычить против меня. В первую очередь, что я тебе хочу сказать, иди в присутствие Бога, иди к Божьему присутствию, проси у Бога силы, узнай, насколько ты являешься ценным в глазах Бога, и тогда ты сможешь иметь больше силы противостоять этому великану, который разрушает великану в ваших отношениях, которые тебя забивают. Что будет, если ты будешь дальше толерировать эти плоские дела, если ты не будешь конфронтацию против этого? Ничего не будет меняться, наоборот, только хуже. На сегодня, я думаю, достаточно того, что я сказала. я думаю, что этой пилюли вам, таблетки, которые вам сейчас дала, будет на сегодня достаточно, но это важное, это важное послание, очень важное. Может быть, я и смеюсь сейчас, и улыбаюсь, но знаю, что и в церкви, что если невнимательными, то и в церкви это очень эффективно может действовать и разрушать дела Божьи в церкви. Не Божья воля, чтобы такое было. Как Даррюс уже говорил, я хочу сейчас Даррюса позвать, чтобы мы вместе помолились. Мы хотим молиться за пары, за семьи, будем молиться за всех этих людей, будем молиться за освобождение, чтобы Бог мог исцелить и Бог будет вам служить и сейчас служит. И все те, кто хотят выйти в эту свободу, я гарантирую вам, что вы выйдете. И если ты признаешь, что да, это ты тот, тот, который всегда ищет, чтобы все было так, как именно ты хочешь, и можешь Библию подстраивать под себя, Божью волю подстраивать под себя, остановись. Пятое, что хотел еще сказать, и забыла сказать, что это может быть самосожаление, также агрессия может быть, не только агрессия, но также может быть самосожаление, но всегда концентрация будет только лишь на себя, все внимание будет только лишь на себя внутри. Те, которые сейчас не по одному, а может даже и по одному, Спасибо. Добавил субтитры Продолжение следует...